Всем привет! В этом видео я кратко расскажу о нововведениях и изменениях, которые привнесла версия 0.10.0 в систему. Это самое значимое изменение. Это добавлены магазины. Добавлено множество магазинов. То есть мы теперь можем создавать магазины, которые будут разделять между собой модели и товары. Но не только модели, но об этом чуть дальше. После того, как обновили с предыдущей версии до версии 0.10.0 именно новую систему, автоматическое обновление расставило всем товарам и моделям и вообще всем элементам, большинству всех элементов в системе, расставило и создало, так скажем, магазин по умолчанию. Магазин по умолчанию называется First на английском. В дальнейшем вы можете его модифицировать, то есть переименовать в то, как вам больше удобно. Для чего же вообще были сделаны эти магазины? Банально для того, чтобы можно было в одной системе сделать введение нескольких торговых площадок или нескольких ботов. Так как боты тоже будут тесно связаны с этими магазинами. После обновления мы увидим здесь вверху выпадающий список с выбором магазина, то есть все доступные магазины и будет написано, что нет доступных магазинов. Это говорит нам о том, что как раз необходимо сконфигурировать те магазины, которые будут для текущего пользователя. Первым делом нам необходимо перейти в пользователи, выбрать интересующего нас пользователя, в данном случае меня, и перейти в него в редактирование. По умолчанию мы будем на общих параметрах. Необходимо перейти на магазины и выбрать из списка все доступные магазины, которые здесь есть. В данном случае он здесь будет один, то есть мы галочкой проставляем. И тем самым мы прикрепляем данного пользователя, то есть мы предоставляем доступ данному пользователю к этому магазину, для того, чтобы он мог дальше с ним работать. Это первое. Второе. После этого, после того, как мы изменили, у нас теперь в выпадающем списке появился магазин. Он у меня здесь немножко уже поднастроенный. Мы можем перейти во вкладку магазины и его отредактировать. То есть здесь есть точно так же оставленные, ну точнее не то, что оставленные, а перенесены настройки дополнения. Это маска номера телефона при вводе, валюта и код валюты. Код валюты немножко изменился, теперь он вот с таким выпадающим списком. Также осталась здесь настройка блокировать только дополнение и адрес. В принципе, все так же, как и было, только теперь это в одной форме редактирования. По поводу кастомизации, это то, что я и говорил. То есть мы можем здесь выбрать для него иконку. Есть обширный список этих иконок доступных. Тут порядка больше, более двух тысяч иконок. Вот. И можно здесь выбрать ту самую иконку, которую хотели бы здесь видеть. Дополнительно можно еще ей указать цвет. Вот. При необходимости. Все остальное осталось на прежнем месте. Также были перенесены оплаты. То есть раньше были просто оплаты, находились в разделе магазин. Теперь они перенесены под конкретный магазин. Для чего это сделано? Чтобы мы могли в каждом магазине настроить свои способы оплаты и свои, ну так скажем, сконфигурировать их таким образом. Тут интерфейс ничем не поменялся, просто теперь они тесно связаны с магазином. Также немаловажный момент, перейдем сразу же в модели, появляется уведомление о том, что мы сейчас, ну, у нас информация отображается по всем доступным магазинам. Почему это происходит? Потому что мы вверху не выбрали тот самый магазин. Если мы его выбираем, то мы, во-первых, видим всю информацию конкретно по этому магазину, ну и при этом сообщения нет. Сообщение также можно выключить в настройках. Есть отдельная галочка, которая называется скрыть сообщение о отображении по всем магазинам. То есть мы можем ее нажать, вот она автоматически сохраняется в текущем, в текущем окружении, вот, и при последующих переходах у нас уже этого сообщения не будет. Также на формах редактирования, если у вас только один магазин, то, в принципе, ничего особо не поменялось. Давайте мы быстренько создадим сейчас еще магазин какой-нибудь, ну, пускай будет второй. Напишем второй. Второй. После создания мы, опять-таки, его здесь не видим, потому что именно в текущей, в этой версии, нам все еще необходимо, нет привязки автоматически к магазину, к пользователю, который его создает. В будущем это исправится, в версии 10.1. Вот, ну, пока необходимо его, опять-таки, включить. И в магазинах у нас появляется второй магазин. Вот таким вот образом. Что нам дальше это дает? Это то, что при создании, допустим, модели или товара, у нас появится выпадающий список с выбором магазина. Вот таким вот образом. То есть тут, видим, тоже есть иконки, и также в будущем будут они немножко кастомизированы в плане выделения цветом, либо еще каким-то элементом. Но теперь от нас требуется именно выбор. В случае, если у нас только один магазин, то он по умолчанию подставляется, как магазин по умолчанию. Вот, и, соответственно, данного поля нету, потому что выбор из одного элемента, который обязательен, вот, нет в нем смысла. Это то, что касается именно моделей. Следующие это товары. Товары у нас точно так же отображаются вверху список моделей, который основан на доступных магазинах. То есть, если мы выберем конкретный магазин, предположим, второй, да, то у меня элементов здесь не будет, потому что у меня не было создано ни одной модели внутри данного магазина. Если мы переключимся на первый магазин, то у нас будет этот список. Точно так же это осталось с товарами, точнее, туда, сюда перекочевало еще дополнительный магазин. Автоматически подставляется тот самый магазин, который здесь вверху выбран. То есть, если мы сейчас уберем и перейдем сюда, то у нас будет система требовать выбора дополнительного магазина. Вот, ну, а модель выбирается на основании, либо мы перешли из модели, либо выбрали конкретную модель. Все остальные изменения остались так же. Что еще подвязано теперь к магазинам? К магазину подвязан стоп-лист. Вот, то есть, стоп-лист теперь разграничен, потому что разные товары, вот, в разных магазинах, вот, и для того, чтобы быстро их видеть и убирать из стоп-листа, теперь они тоже подвязаны под магазин. Цена образования. Точно так же все прайс-листы, которые мы создаем, они очень привязаны к магазину, для которого это делается. Почему так? Для того, чтобы разграничить и отображение информации, и вывод. Также тут некоторые элементы, отсутствует перевод, ну, это временное, временное, так скажем. Это обновление, которое техническое, скажем так, для ознакомления. Тут точно так же у нас будет требоваться выбор магазина. В случае редактирования у нас нет возможности изменить магазин, то есть, мы можем редактировать только параметры. Вот, для того, чтобы изменить, ну, создать прайс-лист, нам необходимо именно создавать новый прайс-лист. Вот, внутри у нас ничего не изменилось, как были товары, так и остались, в принципе. За исключением того, что отображаются модели и товары, вот, исходя из того места, ну, то есть, от магазина, которые доступны, да. Точнее, не то, чтобы доступны, а тот, для которого был создан данный прайс-лист. Вот, и также немножко расширена информация в плане отображения. Теперь при выборе, при выборе модели у нас, давайте я уберу, при выборе модели либо товара у нас теперь показывается, откуда конкретно данное дополнение. То есть, здесь теперь есть иконка и надпись, вот, что повысило удобность поиска одинаковых, одинаковых дополнений. То есть, либо для модели, либо для товара. Вот, дальше промокоды точно так же подвязаны к магазину, вот, в данном случае. При создании тут еще нету самой конфигурации магазина, вот, ну, потому что данные промокоды в ближайших версиях будут полностью переработаны. Заказы. Заказы все еще отображаются как есть, то есть, без каких-либо ограничений. Вот, отображаются сразу же по всем, по всем магазинам, которые доступны пользователю. Вот, почему так? Ну, потому что заказы еще не подвязываются под магазин в момент создания. То есть, они создаются еще без, без указания конкретного магазина. В будущем здесь добавится еще режим пере, как это, режим прихода и перемещения товара, вот, и на основании него уже будет понимание того, к какому магазину будет относиться данный заказ. Дальше клиенты точно так же отображаются в общем списке, то есть, они не подвязаны под магазин, то есть, общий именно список по всем доступным магазинам. То есть, если даже пользователи, которых вы создадите, они будут работать в других магазинах, вот, и каким-то образом, ну, допустим, создают своего бота и через него производят какие-то оплаты, ну, контактируют с клиентом, то главный администратор или администратор полностью всей системы, вот, он будет видеть всех этих клиентов. Вот, для того, чтобы не нарушать видимость, так скажем, да. Дальше, боты. Самое важное это то, что у ботов. При редактировании теперь добавились точно так же, как и у товара, как у пользователя, точнее, вкладка магазины, которой необходимо выбрать, с какими магазинами будет работать данный бот. Вот, для того, чтобы разграничить его видимость и список товаров, которые им, которые доступны для него. Вот, сделано это как раз для того, чтобы можно было в системе под другой магазин завести другого бота и вообще ввести, допустим, другие, другой перечень товаров для продажи. Вот, доставка. Доставка точно так же подвязана к магазину, то есть магазин, выбираем магазин. В случае, если это один магазин или конкретно уже выбранный магазин, то при создании он точно так же устанавливается по умолчанию. От нас требуется только введение его названия. Вот, точно так же работают зоны и так далее, то есть они привязаны к способу доставки, вот, а способ доставки уже подвязан к магазину. Дальше отделы. Отделы сейчас точно так же они не подвязаны к боту. В ближайшей, в следующей версии отделы перенесутся в самого бота, то есть это следующее грядущее обновление. То есть под каждого бота можно будет создавать свои отдельные отделы и настраивать их таким вот образом. Отчеты не изменились. Они, в принципе, работают либо по конкретному магазину, который выбран, либо по всем доступным. То есть, когда у нас не выбран ни один магазин, то отчет будет возвращать информацию по всем доступным магазинам одновременно. Дальше, в принципе, ничего не изменилось. Единственное, что у пользователей, да и все. Это вкратце те изменения, которые произошли в системе. Вот, оставайтесь с нами. Дальше будет больше. Вот, и до встречи в следующем видео. Продолжение следует...